Украина должна быть полностью в составе России. Нам надо за месяц добраться до Киева. Народ будем спасать. Мы перестали стесняться, говорить о суверенитете. Не привлекаю внимания, мы уже победили. Опа, вон оно что, Михалыч, оказывается. Остановка помощи от наших союзников – одна из ключевых тем российской информатаки. Они давят на общую усталость от войны и говорят о том, что Запад, мол, понял, что Россию им не победить. А значит, нужно договариваться. Без демолитаризации и деноцификации Украины ничего не может произойти с точки зрения установления прочного мира. Нацовская стратегия, нацовская схема на территории Украины, какой бы ни была эта территория, этой самой Украины, нас, разумеется, не устраивает. Но тот факт, что они впервые так открыто и довольно публично заявили о том, что те территории, которые контролирует Российская Федерация, уже являются Российской Федерацией – это важное обстоятельство. Арестович раньше предлагал, но на уровне НАТО не было. Ну, во-первых, временно оккупированные украинские территории никто не признавал российскими. Во-вторых, экс-генсек НАТО Расмуссен, заявление которого так активно разбирают пропаганду, и правда выдал, что Украину можно принять в альянс без гарантий для оккупированных территорий. По его мнению, это показало БРФ, что она не в состоянии остановить вступление Украины в НАТО, и что на другие украинские территории Россия уже не замахнется. Но, как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, это лишь провоцирует Кремль на продолжение войны. Россия не остановится на условной границе между НАТОвскими и ненатовскими территориями Украины. Мы, слава богу, перестали стесняться говорить о суверенитете и прочее, и прочее, и прочее. Да, Украина в НАТО – это угроза российскому государству, угроза жителям России, поэтому мы не можем допустить такого вот территориального образования, как Украина, в Североатлантическом альянсе. Я хочу немножко отмотать назад, вернуться к предложению, которое выдвинули там Расмуссен и прочие товарищи Запада, и напомнить, а каким образом, например, Крым, например, Севастополь, например, Донецк, Луганск и так далее оказались в составе Российской Федерации. У людей, которые живут на этой территории, спросили, а чего вы хотите, как вы хотите, как вы видите свое будущее. Можно долго рассуждать о законности и незаконности с точки зрения украинских законных конституций, этих референдумов, но они были. Когда Россия говорила об интересах жителей Украины, она опиралась четко на мнение людей, которое высказано было на референдуме. А эти, Расмуссены, эти там другие товарищи, они рассуждают о людях Украины, как рабах. Так, мы их пошлем сейчас сюда, сейчас туда, сейчас туда. Главное, что вот, если был бы правильный подход. А давайте спросим у жителей Днепропетровска. Только по-честному, не по-дум натовского автомата, этого взлужа, не по-дум репрессии СБУ, а по-честному. А вы с кем хотите быть? А я уверен, что жители Днепропетровска даже сейчас хотят быть в России. А спросите у жителей Киева, у Харькова, у жителей Кировограда, Одессы, Николаева. Спросите. Но этого они делать не хотят. Я считаю, вот мое мнение как гражданина Украины, что Украина должна быть полностью в составе России. Конфликт нынешний на Украине заморозить по принципу конфликта на Корейском полуострове. Я лично считаю, что заморозка конфликта, которую нам предлагают, если это будет реальное предложение, все-таки таит для нас целый ряд, ну, таких, я бы сказал, негативных моментов, связанных с тем, что в принципе обсуждать размен на признание новых российских регионов, а в ответ дать согласие на вступление Украины в НАТО, нам, на мой взгляд, невыгодно. Вот эта пауза, передышка, она будет использована, безусловно, для накачки Украины, для перестройки ее экономики, военных сил, а дальше новая война. Выгодно ли нам это или нет, я полагаю, что как минимум нет. Вот если бы, скажем, тот же самый Расмуссен выдвинул бы от лица Запада предложение, что помимо тех регионов, которые уже являются частью России, Украина добровольно передает в состав Российской Федерации Одесскую, Николаевскую область, лишая себя выхода к морю. Ну, наверное, здесь на таких условиях мы могли бы о чем-то подумать и поговорить. Но понятно, что такие предложения сегодня нереальны. Договариваться с Москвой нельзя. Ни минские соглашения, ни собственные публичные обещания о ненападении не сдержали Путина от полномасштабного вторжения. Да и сами пропагандисты уверяют, что в планах у Кремля отнюдь не диалоги, а Одесса, Николаев и Киев. Главная проблема Европы, Европейского Союза в том, что Украина не сможет победить Россию. Опа! Вон оно что, Михалыч, оказывается. Стоило ли так долго мучиться, чтобы понять простые вещи? Сразу два бывших, значит, генсеков НАТО сказали, Расмуссен и кто там еще, этот, Ставридиус, что сказали? Давайте мы, украине надо сказать, давайте мы в НАТО, ну вот в том составе, который уже сейчас есть. Хотя бы вот так давайте возьмем все остальное, пускай... Украина от этого предложения Расмуссену уже отказалась. Вот. Но вопрос в том, что мы вот такое впечатление, что думаем, что Украина что-то там вообще решает. Понимаете, вот у меня вызывает искреннее удивление, что реально обсуждают там конфликт Зеленского, там с Залужным, прям как будто они самостоятельные фигуры. Я вообще прощаюсь, они вообще правда что ли сами принимают какие-то решения? Там будут выборы, не будут выборы. Но один другого может запросто кокнуть в рамках этой грызни, поэтому это важное обстоятельство. Но опять же, кокнуть, ну только не сам. А так рупор и Кремля пытаются доказать несостоятельность Украины как самостоятельного государства. Мол, у нас все под НАТО. Но больше всего россияне сейчас раздувают конфликт между Зеленским и Залужным. Зеленский вот своими попытками принимать такие простые решения, пытаясь решить очень сложные вопросы, готовит почву, и она фактически, я думаю, не к декабрю, но к февралю она будет готова к очередному Майдану. Всегда перед каким-то 14 или 14 годом, всегда в ноябре месяце в Украине вот этот вот запах какого-то Майдана, какого-то переворота. Вот всегда это что-то такое происходит. Вам больше доверять нельзя. Вы всегда переворачиваете туда, у вас каждый блин кому. В этот раз мы вам все перевернем сами. Так что все хорошо. Я могу надеяться на это. Что надеяться? Васильевич, скажем так. И сколько это выйдет? Вашу нынку будем лечить. Независимостью не справилась, будем вашу нынку воспитать. Народ будем спасать, ворогов будем убыватый. Бандитов в тюрьму. Все понятно. Так что, Васильевич, вы слишком долго были как предоставлены сами себе. И выяснилось, что вы сами себе злейший враг. Так что будем вас спасать, украинский народ, от бездарной, нацистской, продажной, дилетантской украинской власти. Кроме того, в Киеве и в регионах планируется организация ряда мирных акций, которые будут иметь абсолютно немирные цели. В частности, спецслужбы РФ поднимают на новый уровень болезненные вопросы обмена пленными и ротации военных. Поэтому будьте внимательны с подобными митингами. Их очень активно использует пропаганда Кремля. Россия и правда всячески пытается спровоцировать внутренние противостояния в Украине. Поэтому будьте, пожалуйста, бдительны. Не поддавайтесь вражеской пропаганде и доверяйте только официальным источникам информации. Русских на Украине нет. Если русских на Украине нет. Что делать, если русских на Украине нет? Ну, правильно, в Украине. Привет. Вопрос дискуссионный. Можно их поискать в другой стране. Например, в Германии. Мы хотим быть в Берлине. Нет. Я рад. Хорошо. У вас есть сейчас возможность в ближайший год или два соответственно туда пройти? Не привлекая внимания санитаров. Удивительное дело. Судьба русских интересна исключительно за границей. Русскими в самой России Владимир Путин и Оля Скобеева. Она без национальности. В данном случае она просто любит деньги. Так вот, русскими в России они не интересуются. Путина такие мелочи, нет, абсолютно не заводят. Потому что в самой России, что там каждый день Адам Кадыров, сын Рамзана Ахматовича, получают новый, новый и новый орден. За что? За то, что он избил русского. Сделал это публично. Русский, как принято в России, возразить ничего не мог. Потому что он что? Он арестован. Речь идет о Никите Журавеле. Но дело же тут не в этом. Значит, мы все-таки их заметили. Санитары во главе с главврачом. В данном случае главврач это заложный, а санитары это все силы обороны. Мы их ласково обычно называем сбройные силы Украины. Но там не только сбройные силы. Там и СБУ, и ГУР, и полиция, и масса других подразделений. Все решают одну задачу. Как уничтожить российских оккупантов? Ну, как мне кажется, для этого нужно, во-первых, сохранять здравый смысл, трезвость мысли, оптимизм. И делать все необходимое, чтобы максимально повысить шансы наших солдат на выживание. И мы этим всем занимаемся днем и ночью. Надежда российских нацистов на то, что Запад перестанет поставлять Украине оружие. И вот сейчас, когда в Соединенных Штатах будет принят вот этот временный бюджет для финансирования американского правительства, чтобы не было шатдауна, без помощи Украине и без помощи Израиля, там пришли к выводу, что нужно срочно торопиться. Потому что, мол, открылось окно возможностей для того, чтобы победить Украину. Но проблема в том, что они не знают, где эта победа. И мне кажется, если открылось окно возможностей, с большой вероятностью из этого окна выпадет сама Оля Скобеева. Если вам эта мысль симпатична, а мы здесь симпатичные мысли транслируем, близка, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь мы вещи своими именами. И я должен вам признаться, у меня была возможность в жизни сделать так, чтобы Оля полетела с четвертого этажа. Было, это в одном из районных судов города Москвы, там судили наших военно-пленных моряков. И летом окно было открыто, и мы сидели с Олей на подоконнике на четвертом этаже. Ну, я не сидел, я так не рискую, а она сидела. И достаточно было сделать вот такое вот движение. Скажите, примерно так. Я люблю Украина тебя. И на одну российскую нацистку было бы меньше. Но чего не сделано, того не сделано. Надеюсь, вы сильно не осудите меня. Значит, что они себе думают? Они думают, что самое время наступать. Но в связи с тем, что Оля Скобеева не думала, сама она нет. Мы все мечтаем о результате, но не берем автоматы и не идем на войну. Поэтому мы можем... Ну, я имею в виду вас лично, себя лично. Поэтому нельзя подталкивать людей, которых нам надо сберечь. Нашлась тут одна мать Тереза. На эту роль пропагандистка не подходит. Почему? Потому что мало рожает. А для российской женщины теперь это обязательно. Что-то такое. Родить одного ребенка, назвать его Захаром в честь Захаровой, это не зачет. А родине нужно больше солдат. И вот сейчас они считают, что время для решительного броска. Солдат нужно беречь. И наступать, наступать, наступать. Потому что, внимание, война должна закончиться или в этом году, да, говорят российские пропагандисты-нацисты, или в следующем. Я помню, нам когда-то обещали 23-й год решающим. Видите, мы уже победили. А, ну, судя по всему. Не привлекая внимания. Такая ирония в голосе может быть воспринята Путиным, как издевательство и предательство. И, соответственно, сотрудники ФСБ, они не будут настолько гуманными, как я. И они организуют, Оля, полет из окна. Что-то такое. Мы уже победили. Мы уже победили. А где победа? Я 23-й не обещал. Вы решающий, но... Да, про военный контур. Вот. Хотя у нас есть один знакомый, он тоже много что ванговал. Ну, вообще, я считал, что к выборам президентской в России действительно будет предпринято генеральный военный. Что так считать? Я тоже очень надеемся. Я предполагался, что до выборов произойдет, так, между прочим. Но вопрос в другом заключается. Там разные были версии. Да, но идея в этом. Меня раздражает, когда коронацию Путина они называют выборами. Ну, что же это за выборы, которые без выборов? И все это прекрасно знают. Вопрос в том, что сроки, оказывается, сроки поджимают. Почему? Это касается, между прочим, бабла, в том числе в России. Потому что, ну, тратить треть бюджета на войну с Украиной, ну, вроде бы какое-то время можно. Но все же знают, что будут последствия. И они, денежки, тоже заканчиваются. И поэтому, да, требуют идти вперед. Тут, что очень важно, какие интересные тенденции. Почему нужно спешить, по мнению российских пропагандистов? Потому что в следующем году может произойти интересный кульбит. А этот кульбит произойдет на основании встречи товарища Си и Байдена в Сан-Франциско. О чем переживают российские нацисты? Это вот тоже ожидание там в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско. Сейчас встретятся Байден, Си Цзиньпин. О чем-то. У некоторых даже какой-то страх. А вот сейчас там Китай предаст Россию. Сразу чувствуется по риторике, что Россия очень великая страна. Но величие оно ограничивается студией российского государственного телевидения. А дальше, дальше вот партнеры прямым текстом размышляют на то, о том, что на Путина можно положить болт. Можете дописать. Какой? Китайский? Американский? А может быть это будет украинский? Конечно же, сейчас все, включая, соответственно, паблики Российской Федерации, Украины, все смотрят за тем, что будет происходить. Потому что будет там это финансирование, будет там это финансирование, какое оно будет, а это зависит. Вроде не будет. Так вот. Вроде договорились, вроде бы без Украины. Чего от этого не зависит? Ну как, ну денег не будет, патроны не купят. Нам будет попроще какое-то время. Товарищ Си может просто предать Россию, поэтому они молятся на товарища Байдена и на американский Сенат, Конгресс в целом. Чтобы полегче было. То есть фиксируют тотальную зависимость Российской Федерации от остального мира. Ну и крупнейших игроков. Так они хотели геополитического величия. Теперь вот заглядывают в рот большим странам. И мощным странам, и богатым странам. Мы тоже заглядываем. Не без этого. Но вот даже если посмотреть на карту. Ну кажется, Украина чуть-чуть меньше Российской Федерации. И в пропорциях, ну это же наглядно выглядит так. И получается, что мы даем люлей вот этой вот большой и длинной стране. А по поводу того, что у нас будет меньше патронов. И западные партнеры в Европе. Кое-что мы накопили. А самое главное, мы к нему понемножечку подходим на какое-то время. То есть даже там, в тепленьких российских студиях, понимание есть, что решение в пользу Украины будет принято. Потому что вот эти 60 миллиардов, которые запросил Байден, там вообще-то большинство денег остаются в Штатах. На американских военных заводах. Из этих 60 миллиардов, 3 миллиарда идет на производство, на расширение производства снарядов 155-го калибра. На четырех заводах, которые находятся в США. Ну, кто-то откажется от такой программы, тем более боеприпасы, они же нужны, они же универсальны. Их можно использовать по ударам по врагам Соединенных Штатов и Украины. Не только в Украине. Опций много. Ну и жизнь показывает, что без боеприпасов никуда. Что в рамках договоренности было предложение о том, чтобы потом принять законопроекты отдельно. Вполне возможно, кстати говоря, что границу приняты отдельно за проектом. И возможно даже, соответственно, Израиль. Потому что, ну, на самом деле... Но мы не за границу и не за Израиль волнуемся. Ну, они в пакете идут, поэтому волнуемся за все. Вот, я напоминаю. Поэтому с этой точки зрения, как минимум на месяц, этот вопрос, он плюс-минус подвешивается. Ну, даже не месяц, а, наверное, немножко больше. То есть подвешивается на ноябрь и декабрь. Это важное уточнение. В части того, что, ну, да, мы какое-то время продержимся без постоянных таких мощных военных траншеров со стороны Соединенных Штатов. Ну, там у них вообще-то больше ярда. А если там где-то по сусекам поскрепсти, то все найдется. Найдется. И будет нам чем стрелять в российских захватчиков. Почему этот весь... То есть нам надо за месяц добраться до Киева. Что-то я сомневаюсь. У нас были желающие за месяц добраться до Киева. Как бы так себе пошло. Вот, важно другое заключать. 14-го, 15-го... Это справедливости ради, но, да, чтобы не ругать Минобороны бесцельно, мы добирались до Киева, доходили до украинской столицы, потом в рамках договоренности отошли. Ну, не за месяц там, действительно, за три дня там было. За определенное время, но не окружили. Это были недоговоренности. То, что они от себя оставили, мы все видим и помним. И дело не только в Буче, где убивали, грабили и насиловали. Лицо русского солдата, российского солдата, оно понятно. Этнически русский, он старается что-то украсть, если рядом нет парня из Чечни, который в случае чего заберет у него то, что он украл, ну и сделает ему массаж. Да, вот этого органа. Поэтому с этой точки зрения, как бы, вот эта задача, декабрь, им держаться. Вот, по-хорошему, базовый сценарий следующий. В случае, если удастся, не удастся, как бы, придержаться и, как бы, сохранить позиции какие-то, уйти без серьезных потерь, например, до мая-марта, когда начнется уже избирательная кампания в США, и когда Байдену придется тащить на себе Украину уже непосредственно до избирательного участка. А теперь, внимание, самое интересное. Значит, ну, мы знаем, на что в этом пакете планируют деньги Белый дом. Украина, Израиль, Таньвань и граница. Ну, граница, там войны нет. Уверен, что американцы сами разберутся, как обостравить свою границу, чтобы туда, сюда не шастали. И вот, внимание, встреча Синдзимпина, Байдена. И если, а с большой вероятностью будет достигнута какая-то договоренность, что по Тайваню не будет боевых действий, и, соответственно, этот театр военных действий не будет требовать такого количества оружия, боеприпасов и всего, что необходимо до войны. А после этого произойдет стабилизация ситуации на Ближнем Востоке. Потому что война в Израиле, Израиль в секторе газа, она не будет длиться годами. Ни те объемы, ни те размеры. Все совсем по-другому. То к чему же это все приведет? Куда весь поток американских и не только американских ресурсов будет направлен? Поэтому с этой точки зрения задача в два месяца как бы вытянуть, и там этот вопрос сейчас будет решаться. Если в течение этих двух месяцев как бы серьезных продвижений, предположим, под Авдеевкой, Купинском, или, например, в случае с Украиной на, соответственно, Херсоновском направлении не произойдет, то есть линия встанет. В этом случае как раз как бы есть так называемая остановка, в течение которой, естественно, и будут попытки какого-то внешнего давления на весь этот процесс, чтобы его ускорить. Собственно говоря, вот в этом общий расклад, который будет перед зимой. Нет, Скобеева, конечно, на работе, и она должна как-то искрить оптимизмом. И она искрит такое впечатление, что в резетку всунули, и вот подергивает ее, что, мол, какие переговоры, зачем нам переговоры, если у украинцев не будет оружия, мы пойдем до конца. Где этот конец, ну да, просто так к санитарам бы она не апеллировала бы постоянно. Но вот этот вот парень, Дима, как раз эту мысль и фиксирует, что может сложиться так, что все усилия Белого дома будут как раз направлены на поддержку Украины. И Байдену действительно перед выборами будет неплохо показать. Смотрите, значит, с нашей поддержкой мы наваляли маньяку Путину, ну и помогли украинцам сделать что? Поиграть в игру россиян в Донбассе нет. Не понимаю, в чем выгода Российской Федерации в декабре, когда у украинцев окончательно закончатся деньги, садиться за стол переговоров. Зачем? Если наша промышленность продолжает работать, 410 тысяч добровольцев отправились на фронт, согласно заявлению Медведева. Зачем останавливаться? Почему сейчас? Вопрос заключается в том, как, соответственно, военное соотношение, то есть соотношение, прежде всего, людей непосредственно на линии соприкосновения. То есть для того, чтобы начать полноценную военную операцию, необходимо превышение в три раза, согласно, собственно, нашим же уставам. У нас есть превышение в три раза на линии соприкосновения? Вопрос не только в людях. Я делал видео насчет этих 410 тысяч. Там прикольно. Так называемые добровольцы, они просто поменяли свой юридический статус. Они были мобилизованными, а стали контрактниками. А количество людей в российской армии увеличилось, но не на 410 тысяч, как говорят эти товарищи. Потому что россияне, они, конечно, деньги любят, но они же не идиоты. И понимание того, что мертвым деньги не нужны, там, ну, в некоторых случаях есть. Для того, чтобы осуществлять штурмовые... Просто наша промышленность работает, у них остался миллиард. У нас добровольцы, у них отлавливают на улицах. Если к этому времени, соответственно, если будет принято решение на следующем году, когда уже закончится и Ближний Восток, соответственно, с потреблением боеприпаса, и, соответственно, как бы другие треки, например, придет стабилизация по тайваньскому направлению, соответственно, и вся концентрация Байдена пойдет на то, чтобы вытащить эту историю на свою избирательную кампанию, и он туда уже будет по полной вкладке. Там тем паче тогда нельзя останавливаться. Вот смотрите, мы сейчас треть своего бюджета тратим для того, чтобы все это делать. Вопрос заключается в следующем. Сейчас все будут определяться, насколько помогать, не помогать, а того, какой будет результат этой зимы. С этой точки зрения наша задача какая? Продолжать делать то, что мы делаем. И ресурсы у нас для этого есть. Это не та ситуация, когда у нас было временами до массовой поставки артиллерии 155-го калибра, когда нам вообще нечем было стрелять. Сейчас, как говорится, Е, ЛЭ, Тришки и Тильки для СЭБа. А коли у украинца Е, Тильки для СЭБа, это значит, что российские оккупанты умрут все. Но вот этот вот тезис, опять же он, что, блин, может так получиться, что через полгода все силы будут брошены именно на достижение результата, западного результата Украины, это уже Запад, на этом театре военных действий. Вот такая вот загогулина. Если речь будет идти о том, что это будет единственный конфликт в мире, в который, с одной стороны, будет состоять Китай, а с другой стороны, все остальные будут состоять, например, там, все остальные игроки, вот эта, соответственно, ситуация придет к тому, что этот конфликт будет сказываться бесконечно, что будут вкидывать бешеное количество денег постоянно, бешеное количество, соответственно, как бы воинского контингента. Вопрос упирается только в то, насколько сейчас, в течение ближайших нескольких месяцев, как бы ситуация, можно будет показать результат. И результат получается. Теперь надо показывать российской армии. А от Киева недалековато. Победили и отошли. Победили на 2 метра в землю. Оказывается, денежки есть. При всем моем трепетном отношении к украинской земле, когда кто-то из украинских экспертов говорит, что этот город стратегически не важен или еще что-то, отсюда можно спокойно уйти, я так не считаю. Я считаю, что российских оккупантов надо ***. Самое маленькое украинское село на границе Украины с Россией. Если это наша земля, значит оккупантам там не место. Но если уже мерить такими геополитическими масштабами, то даже если будем вынуждены отойти от Авдеевки, это возможно. Там все сложно. Да, они там умирают тысячами, уже десятками тысяч, но все возможно. Я говорю о том, что вот эта вот схема, когда с Китаем, Соединенные Штаты договорятся, регулируют ситуацию на Ближнем Востоке, то будет происходить так, как было только что сказано. Пойдут сюда караваны необходимого нам оружия. Там, кстати, к этому времени, ну и авиация появится. А это значит что? Будет так называемый устав НАТО в действии. Значит, авиационная поддержка, артиллерия. И вперед, вперед, вперед российские оккупанты умирают, усиленно умирают. Ну а там, на болотах, мечта теперь только одна. Заменить Пушкина. Мало того Пушкина, мы им поставим что-нибудь современного поэта нашего в назидание. Пусть плохонького, но главное, чтобы писал по-русски и был за Россию. Сейчас, конечно, это произойдет раньше, то есть восстановление памятников, процесс постепенный, но стратегически, на мой взгляд, все совершенно очевидно. Западом, а как это, Соединенными Штатами, два хвоста начали вилять этой собакой. Но Украина меньше хвост, хилее хвост, чем Израиль. Меньше связей всякого. Что-то они торопиться начали. Войну хотят закончить. Чтобы ставить свои вонючие памятники, этим Пушкиным и всем остальным российским имперцам, нужно захватить территорию. А вот с этим есть моменты. Они не могут это сделать. Хотят, а не могут. Оля знает, что такое, когда человек хочет, но не может. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, е и буде. До зустречения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова